И это еще и в 16-е не приехали. Что ж тогда-то будет. Нам датчане разрешили бить по России, голландцы разрешили бить по России. То есть все, которые прилетят сейчас, все разрешили. Норвежцы я не знаю пока. Потому что прилетят уж норвежские самолеты. Разрешили ли норвежцы, я просто не в курсе. Оценка ущерба еще продолжается от россиянами, сообщает Sky News. Подтверждено, что это было прямое попадание. Первое воздушное поражение, осуществленное ВВС Украины по цели на территорию России. Но, естественно, мы не вспоминаем с вами, помните, таинственные вертолеты, неизвестно чьи, которые, помните, бомбили нефтебазу в Белгородской области и взрывали россиянам первые их пуканы еще летом 22-го года. Дальше понеслось. Нанесли скоординированный удар украинской военной по российскому десантному кораблю, чтобы вы понимали. По поводу десантного корабля. Мы поразили в Азовском море пятый из семи существующих больших десантных кораблей класса «Рапуха». Российский, в смысле. Вообще, чего, для чего он там плавает и почему мы его поразили? Мы две недели назад вывели из строя паромную переправу. То есть по мосту они боятся возить боеприпасы, потому что понимают, что мы попадем с самолета ракетой по этим боеприпасам по-российским, и взорвется мост вместе с боеприпасами. Они поэтому боятся через мост возить что-то, что взрывается. Иначе мост взорвется вместе с этим всем хозяйством, как вы догадывались. Мы однажды, помните, тогда на день рождения Путина подарили горящие цистерны на Крымском мосту, и мост тогда сгорел вместе с цистернами. Мы будем взрываться с боеприпасами. Поэтому они возят их через паромную переправу. Но паром мы ударили и по порту Кавказ, который на территории России, пока что еще, и по территории Крыма тоже ударили, по Керчи. В результате, значит, мы выбили им этот паром, паромы, переправу. Так они стали возить большими десантными кораблями военные грузы просто. И вот мы выбиваем пятый из семи больших десантных кораблей, которыми россияне пытаются эти грузы возить. Да. И это что еще, значит, а мы же еще, у нас еще КАБов нет, вы знаете, пока. Это мы пока ракетами все делаем. Но, ну, самолеты у нас есть? Есть. Ф-16 летят? Летят. Миражи готовятся? Готовятся. А КАБы? У нас будут свои? Будут, будут и КАБы. Как хороши, как свежи были КАБы. Всем попробовать пора бы, как свежие, нежные КАБы. Вы помните, говорила советская народная мудрость, и я думаю, что, да, российским оккупантам придется попробовать. И не только оккупантам, но и жителям Белгородской области придется попробовать, каково же это, жить под КАБами. Ну, пора уже, пора уже понимать это. Так вот, во-первых, Франция вместе с Миражами будет передавать нам 50 КАБов в месяц. Во-вторых, вооруженные силы Украины начинают испытания КАБов украинского производства. Об этом сообщил начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов. У нас сейчас идут также работы по переоборудованию и созданию своих корректируемых авиабомб на базе обычных свободно падающих. Там есть конструктивные некоторые нюансы. Надо подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления. Через несколько недель мы должны начать испытания первых таких бомб уже украинских. А пока военно-воздушные силы ВСУ используют КАБы западного производства GBU-39, GBU-62 разных калибров. То есть, нам есть что ответить? А вот как отвечать? Я предупреждал сегодня много новостей с фронта. Поэтому до всякой дикообразенной прорусских актеров мы еще доберемся. Но подождите, сначала с фронтом закончим. Важнее, по-моему, вещь. Мы же на войне все-таки, дорогие друзья. Фух. В общем, выяснилось, что мы собираемся, Ф-16-е, которые то ли прилетели, то ли прилетят, хранить некоторые из них за границей. А что их хранить на территории Украины? Ну, действительно, ставишь Ф-16-е где-нибудь в Румынии или в Польше. Он перелетает. Ну, то он стоит там. Его там ремонтируют, все заправили, все такое. Он взял, перелетел через границу, во Львов так раз. А дальше мы на него все подвесили, и он уже полетел россиян мочить. И все время, пока он стоит на территории Румынии и Польши, он неприкасаемый. На него нельзя нападать. Правильно, на этот Ф-16-й? И мы это заявили официально. В вооруженных силах РСУ говорят, что определенное количество истребителей Ф-16, которые партнеры передают Украине, будут храниться на безопасных авиабазах за рубежом, чтобы не стать мишенями для атак врага. Значит, это сказал, как я уже говорил вам, Голубцов. Есть цифра, которая зайдет в Украину, то есть Ф-16-ых. А есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных базах. Это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов и для обучения летчиков. И вот председатель государств нет. Как председатель комитета государственной думы РФ по военным вопросикам, говорит, если Ф-16-й не будут использовать по прямому назначению, то не будут законной целью для вооруженных сил. А вот если они будут участвовать в боевых вылетах, то, безусловно, будут, включая аэродромы, на которых они базируются со всеми протекающими последствиями. То есть, Картопол говорит, вы поставите Ф-16 в Польше, и мы будем бить по Польше. И по Румынии. Зайчик мой, зайчата, у вас личико не треснет бить по Польше и Румынии. Ваш вождин, Путин, угрожал вообще ядерный удар нанести за то, что мы только вообще подумаем в сторону России стрелять. Теперь, как видите, мы бомбим ваш Белгород. Ничего. С самолетов американскими ракетами бомбим. Нормально. Хорошо воспринимается. Хорошо. Чего вы решили, что вы еще будете по Польше бить? Вы серьезны? Кто-то поверит в ваши вот эти страшилки. Детский сад, я и могу. Вторая четверть. По Самаре произведена также атака дронов, и я думаю, что на этом мы закончим бесконечный поток хороших новостей с фронта, потому что куда мы уж только не попали за последние двое суток, и перейдем к мерзкому нашему делу. Политике, политике. Вы попросили меня вчера, помните, был такой Александр, прочитать «Таймс» про Ермака. Прочитал. Ну, не «Таймс», а «Сэнди Таймс». Не миллион долларов, а три рубля. Не выиграл, а проиграл. В общем, почитал я «Сэнди Таймс» про Ермака. Это не про Ермака статья. Ну, как бы. И, кстати, в заголовке там нет, по-моему, Ермака. Ну, вот честно, да, трудно пересказать. Понимаю, почему затруднился Александр пересказывать. Статья основывается на либо анонимных источниках, либо на словах людей, которых уволили из советников Офиса Президента Украины. Вы таких уволенных уже слыхали, правильно, где-то? Были у нас такие уже встречи творческие. И уволенные из Офиса Президента Украины недовольны тем, что им давали мало встреч с президентом. Заставляли встречаться с Ермаком. И? Не, ну реально, вот представьте себе, если вы пишете репортаж из любого Офиса, вообще любого, и начнете брать интервью у тех, кого только что уволили, или тех, кто там какие-то очень маленькие должности занимает, и говорит, только анонимно, слушайте, я здесь прибираюсь по пятницам, так вот я вам скажу. Ну, статья выглядит ровно так. То есть я вам про любую, эту самую, про любой Офис, любой, не правительственный, напишу то же самое, примерно. Приведены факты. Они правдивы? Может быть. И факты в том, что кого-то там без очереди пустили, а кого-то, наоборот, не пускали без очереди, не давали высказаться. Ну, вы серьезно? Он на совещании не давал высказаться вот этим. Обвинение прям. Мегамаркет. Поэтому лучше, чем читать такую ахинею, я понимаю, что вам некто, оказывается, уже успел раскрутить эту историю, подать ее, как, что-то, не знаю, мегазраду. Но лучше вместо этого, если вы уже знаете английский, не тратите свое время на эту ерунду. В реальность которой нечего извлечь. А прочитайте статью, которая называется The Fearless. Fearless, то есть бесстрашный я. Бесстрашный. Статья эта опубликована в Канаде, в журнале, господи, The Globe and Mail. Написал ее Марк, господи, Маккинон. И вот Марк Маккинон провел очень много времени с нашими спецназовцами. Они ему, этому Марку Маккинону, помогали, например, эвакуировать журналистов из Кабула, из Афганистана, до нашей войны, когда американцы оттуда уходили. Это были наши украинские спецназовцы. И сейчас он провел с ними много времени. Я так понимаю, прям не одну, а много встреч, с большой разницей по времени. И он расспросил их о тех операциях, в которых они принимали участие. Почитайте эту статью. Я даже полностью не дочитал пока. Там 60, нам написано, время чтения 66 минут. Это на английском. Ну, значит, для меня 128. Я нашел краткий пересказ на Медузе. Есть краткий пересказ по-русски этой статьи. Это статья про элитное подразделение бойцов, которые, в частности, ходят за линию фронта и принимали участие, наших украинских бойцов, принимали участие во всех главных битвах этой войны. Ну, вот, например, один из бойцов этого подразделения говорит, у меня, говорит, несколько сейчас как-то, у меня четыре воспоминания главных в жизни. Мой первый спортивный успех, мой первый секс, освобождение Киевской области, и четвертое, это то, как мы через границу ходили по спецзаданию в Российскую Федерацию. Описывают они, как они сражались за Харьков тогда, в начале войны, в 22-м году, выбивали оттуда россиян, как после этого, через два дня после боя под Купенском, им приказали отправиться на Запад и присоединиться к битве за Киев. Вот, они работали там над обучением, в том числе сил теробороны. И дальше пишут о том, как они первыми зашли в Бучу и Ерпень после разгрома там россиян. Когда члены кабульской команды, вот этой, которые из Кабула возили людей, вышли на сгоревшие улицы Буча после внезапного вот этого разгрома россиян, они увидели то, что до сих пор не дает покоя многим из них. Дороги были заполнены обгоревшими машинами и трупами. В подвалах, где российские силовики проводили допросы и казни, было еще хуже. Жители города, который когда-то считался одним из лучших мест для жизни в Украине, находили застреленными, созвязанными за спиной руками. Реакция россиян в Гастомеле и Буче была продиктована их страхом, говорит вот этот боец спецназа. Это была реакция загнанной в угол крысы, у которой не было никакого контроля и власти. Это был просто хаос. И они наносили максимальный ущерб, они просто убивали всех вокруг. Еще один боец рассказывает, что то, что россияне сделали в Буче и Бородянке, стало психологическим поворотным моментом для тех, кто оказался там после отступления. Все были в ярости. Невозможно поверить, что такое могло случиться в 21 веке в центре Европы. Мирных жителей убивали ни за что. Именно тогда эти ребята и его люди поняли, что ведут войну, которая не может закончиться быстро. С варварами нельзя вести переговоры. Буданов заявил в этой статье, ну там интервью берет у Буданова, говорит, что хотя его люди уже многое повидали в своей жизни, сцены в Буче и Бородянке поразили всех. Очевидно, это бесчеловечное обращение с гражданским населением не может быть воспринято нормально. И вот там одна из сцен, которые описывает этот человек. Это огромная статья, найдете. Пока я ждал возможности встретиться с генералом Будановым, чтобы поблагодарить его за то, что его команда сделала в Кабуле и взять у него интервью о недавно выигранной битве за Киев. Я спросил М. про фотографию, висевшую возле офиса генерала. Все ли еще живы? К сожалению, нет, ответил ему боец нашего спецназа. В общем, если вы хотите почитать действительно англоязычные статьи, почитайте не вымыслы, домыслы и интриги про то, кто кого подсидел в каком-нибудь офисе, а читайте про наших украинских героев. Мне лично так кажется. Я лично стараюсь делать все-таки. Так, это ко вчерашнему нашему с вами спору и разговору. Так, надо же дойти до театра, слушайте. Я обещал вам театр, сейчас мы до него дойдем тоже. Еще все-таки пробучую скажу, а потом уже и до театра дойдем, потому что русский театр, сами понимаете, заканчивается вешалкой. Посол Армении в Украине съездил в Бучу и осудил российскую агрессию. Это сделал чрезвычайно, потому что посол Армении в Украине Владимир Керапетян. Он заявил о солидарности с украинцами в борьбе с российскими агрессорами. Вот так вот посетил это вместе с главой административного района Нор-Норг, города Еревана, Тиграном, Тер-Мар-Гар-Я-Нум. Вот такая история. В России просто полыхает больше, по-моему, чем от того, что мы самолетами бьем по Брянской области. Эй, господи, Белгородской области. Для них это еще большая армянская трагедия. Армяне уже их осуждают, понимаете. Захарова уже выступила. Она не просто выступила, она направила в МИД Армении ноту протеста. Здесь недопустим мы высказываем в адрес Российской Федерации. Прискорбно, что с этим солидаризируются армянские власти. Они теряют последнего друга. Они теряют Армению, россияне. Что им остается? Ну вот Путин заявил, что к северокорейцам теперь поедет с визитом. Все-таки не зря я про него говорил, что он отправляется с государственными визитами исключительно туда, куда пустят. По этому принципу он выбирает себе друзей. Пускают в Северную Корею, значит поедет в Северную Корею. Пускали в другое место, пускали, поехал бы в другое место. Ладно, переходим уже окончательно к России перед тем, как будем заканчиваться. У нас нет, у нас большой разговор о театре, об искусстве, русском искусстве. Это важный, я считаю, разговор. Я думаю, что, чтобы от него не отвлекаться, даже можно сначала подписаться на канал Шетельман, прямо сейчас поставить лайк этому видео, подписаться внизу, и потом уже спокойно, с чистой совестью, слушать речь Шетельмана об искусстве. Вы смотрите Шетельман за сегодня, от 10 июня. Но все равно, нет, все-таки перед искусством скажу, выступил Дмитрий Медведев-Анадькович. Выступил и назвал Шольца протухшей колбасой. Значит, Шольц, дело в том, что выступил, в свою очередь Шольц, как бы заявил, что Украина очень сильная страна, и что Украина не встанет на колени. То теперь, значит, Медведев призвал Шольцев, наоборот, самого встать на колени, покаяться за вранье, бездарность управления и возрождение нацизма. Причем в своем тексте канцлер, этот самый Дмитрий Анатольевич Медведев, назвал канцлера Германии протухшей ливерной колбасой и говнюком. Говнюком. Значит, по мнению Медведева, канцлер Германии несет откровенную пургу, попутал рамсы. Вот чувствуете, да? Попутал рамсы. Интересно, да, насколько Греф и Медведев ведут себя полностью одинаково. Один быкует на таксистов, имея сзади 20 охранников, другой, имея сзади только, вы поняли уж это, только 20 ящиков водки, быкует на Шольца. Это я сейчас уже про Медведева. Но все-таки, мне кажется, эти выражения надо как-то переводить, не знаю, переведите для Шольца, что про него говорят. Я помню, когда-то наш посол, Андрей Мельник, назвал канцлера Германии Шольца обиженной ливерной колбасой, из-за того, что Шольц отказывался приезжать в Киев. Но потом признал, что все это неуместно и неправильно. Вот видите, наш посол, все-таки вежливый человек, говорит, протухшая ливерная колбаса, а нет, наш посол, извините, сказал не так, обиженная ливерная колбаса. А Медведева говорит, протухшая ливерная колбаса. Чувствуете разницу все-таки в отношении обиженной ливерной колбаса? Это может быть ласковое обращение. Ты моя ливерная колбаска, за что ты обиделась? Так, ну логично. И в принципе, ну что вам скажут? Ну ладно, зайчик мой, да? Ах ты мой хлебушин. Вот. А когда вы скажете, ах ты моя ливерная колбаска, что ж ты совсем протухла? Ты скажешь, ах ты старый козел и так далее. Поэтому, мне кажется, Медведь рамсы попутал. Вот реально рамсы попутал. Рамсы попутал. Кстати, из смешного, из смешного. Значит, Медведь пишет следующее. В чем сила Украины? В то, в безумной фонтанирующей коррупции, в тотальном расхищении клика Зеленского западной помощи, в безумной фонтанирующей коррупции. Просто чисто напомню. Украина по индексу восприятия коррупции занимает, по-моему, 80-е место в мире, а Россия 140-е. Вообще, меня прямо вот умиляет каждый раз, когда, ну как умиляет, это я сейчас со злостью говорю, на самом деле, это ненавижу страшно, когда кто-нибудь, любой из россиян, любой, либеральный, миберальный какой угодно, вдруг начинает рассказывать, что в Украине коррупция. Вы у себя разберитесь? В смысле? Вы что? Вы знаете о коррупции? Вы нам будете указать про коррупцию? Серьезно? У нас коррупция. Ну, у вас же коррупция. А да, а у вас в России что? Говорят, что в России уровень коррупции в два раза выше, чем в Украине. В два раза. Я просто сужу по месту, которое занимает Россия в этом рейтинге международном. Вот реально, слушать совет россиян про коррупцию. Это как вот слушать, знаете, чем сейчас в России занимаются? Слушают советы талибов про образование школьное. Талибы приехали на этот, господи, форум по образованию в Казани и преподают там методики преподавания в школах. Но одна из методик преподавания в школах талибов в Афганистане не так много. Первое, девочек в школу не пускать. Второе, мальчиков ставить на горох и пороть по пяткам. Вот и методики, которых сейчас обучают талибы российских учителей. Со следующего года российские учителя уже будут как бы именем талибов все это, естественно, применять. Так, я все время забываю, нам в театр пора. Дорогие мои друзья, вы меня не предупреждаете, я отвлекаюсь. Ну, простите, я хотел сразу в театр. Ну, добираемся. Короче. Сначала я как-то не обратил внимания на эту новость. Ну, назначили, значит. Что назначили? Получили три московских театра новых руководителей. Директором театра «Современник» назначен Владимир Машков. Помните, который все время ходит рядом с Путиным и рыдает от умиления по поводу героизма русских солдат-убийц. Дальше. Художественным руководителем театра Романа Виктюка назначен Константин Богомолов. Но он более известен как Собчак, муж Ксении Собчак. Константин Собчак назначен художественным руководителем театра Романа Виктюка. Странный театр Виктюка руководителем Константин Собчак. А директором Московского академического театра «Сатир» назначен Евгений Герасимов. Ну, ладно, этого я, кстати, не знаю. Но в чем дальше вдруг всплыли многие детали? Выяснилось, что, оказывается, все эти деятели, ну, фашистские... Почему я назвал вообще этот выпуск «Фашисты московских театров»? Потому что была такая... Когда раньше смотришь какой-нибудь фильм, телевизионный фильм, написан в главных ролях, там, Панна Зюзиу играет, там, ну, нет, Панна Зюзи, это «Кабачок-тринадцатолик», не знаю, там. Джеймса Бонда играет Олег Басилашвили, там Фантомаса играет, не знаю, Илья Ахиджакова, в остальных ролях артисты московских театров. Вот так писали. Вот сейчас надо писать «В остальных ролях фашисты московских театров». И вот эти фашисты московских театров, оказывается, они теперь совмещают. То есть Машков теперь руководит двумя театрами. Он руководит театром «Современник» и театром Олега Табакова. Дальше Герасимов руководит театром «На Малой Ордынке» и московским артистическим театром «Сатиры». А, соответственно, Константин Собчак руководит театром «На Малой Бронной» и одновременно театром «Романа Виктюка». То есть каждому фашисту по два театра выдают. Причем, заметьте, они это давно придумали. До этого Валерий Гергиев, у них есть тоже такой известный дирижер-убийца, ему выдали два театра. И Большой театр, он теперь директор, и Мариинский театр, он теперь директор. То есть в руки дают по два театра. Помните, больше двух в руки не давать, вернули советский лозунг, и дают каждому фашисту по два театра. Мне кажется, это знаете, на что мне это похоже? Вот мы с вами на следующей неделе, сегодня понедельник, а ровно через неделю мы с вами начнем смотреть чемпионат Европы по футболу. И там будет потом плей-офф, когда по двое в сетке, две команды бум сыграли, одна вылетела, одна осталась, снова по двое бум, и в финал выходит одна. То есть раз им сейчас выдают по два театра, значит кого-то же уволили, то есть они не прошли отбор. Другие руководители не прошли отбор, поэтому этим дают по два. А что такое отбор? Ну это надо доказать, что ты фашист настоящий. Ты приедь в Мариуполь, постреляй из пулемета, постой возле артиллерийского орудия, попей крови украинских детей, чтобы по усам текло обязательно. Тогда ты как бы фашист. Дальше следующая стадия. Принимай личное участие в расстрелах и пытках. Это, я думаю, будет следующая стадия отбора. Мне кажется, вот так нужно делать. Ну, россияне так делают. И потом в конце будет такой суперфинал, где уже один победитель, и тогда театр будет один. Все театры объединяются в один. Такой единый российский театр, единый российский фашистский театр, и там идет какая-то единая пьеса. И 100 миллионов мест, чтобы все россияне, которые за войну, все поместились, 100 миллионов мест взяли. Когда-то в Латвии шел мюзикл про Цукурса, который был как бы знаменитым летчиком до войны, а потом стал охранником в концлагере. И таким охранником, который расстреливал детей лично в концлагере немецком. И когда этот спектакль ставили в театре, то активисты, которые против фашизма, они выложили дорогу к театру сделанными игрушечными, трупами детей окровавленными. Я думаю, что вот этот театр российский, главный единый театр России, не надо даже игрушечных, можно настоящих мертвых детей вкладывать, выложить дорожку из мертвых детей, и пусть тогда, в принципе, ну а что? Зрители охотно, я думаю, сто миллионов человек пойдут туда. Такой единый театр. Вот вчера этот Константин Собчак выступил, кстати, по поводу отъехавших из России деятелей культуры, и сказал, что испытывает к ним только брезгливость ко всем этим Макаревичам, потому что они предали Родину. А он Родине стал верен. А он Родине стал верен. Я думаю, что с культурой у меня все. С русской культурой у меня все. Я думаю, что вообще с русской культурой теперь окончательно, наконец-то, бесповоротно. Все. А вы смотрели Штреман за сегодня, 10 июня. Приходите завтра, чтобы прийти завтра, подпишитесь прямо сейчас на канал Штреман, поставьте лайк этому видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова